Друзья мои, всем привет! Ну вот мы и добрались до топового представителя линейки Tecno Common 18, а именно модели, которая называется Tecno Common 18 Premier. Это сейчас самый крутой из всей линейки Tecno Common 18. У меня уже было до этого два телефона. Это Tecno Common 18 обычный, Tecno Common 18P и вот сегодня Tecno Common 18 Premier. Это типа как, знаете, приставка, которая сразу должна все сказать об этом телефоне. Premier. То есть это не просто крутой телефон, это Premier. Короче, это самый сейчас дорогой из всех Tecno Common и стоит он 24 999 рублей. Продается в двух цветах. Это вот такой вот темно-какой-то темно-синий. И дальше есть еще цвет, наоборот, светлый. Называется он голубой, но такой светловато-синевато-голубоватый. И причем он продается с памятью, за эти деньги, с памятью 8.256. Представляете? За 25 тысяч рублей. Но это акционная цена, потому что изначально вообще фулл прайс это 27 999 рублей. Сейчас действует скидка и его продают за 25. Ну, согласитесь, это неплохо, да? 25 тысяч за телефон с памятью 8.256. Есть NFC, стандартная коробка для всей линейки Tecno Common 18. Смотрим, что идет в комплекте. В комплекте сам телефон. Здесь расписаны все его преимущества. У меня он, кстати, в темном цвете. До этого у меня были Tecno Common 18, только светлые. Посмотрите, какой дизайн. Дизайн вообще пушка, огонь, матовое покрытие, плоская крышка без закруглений по краям. Здесь у нас блок с камерами. Посмотрите, какая здесь камера, перископ. Эта камера обведена таким красным. Типа создает эффект телефона такого, типа как игрового, мощного, стильного. Мне нравится вот этот блок камер. Прям дико нравится. Вообще красиво сделали. Вспышка четверная из четырех светодиодов. Ну вот эта крышка вообще матовая. Просто очень дорого смотрится. Не на 25 тысяч. Как будто это реально там какой-нибудь там ультрафлагман за 100К. Логотипчик Tecno Common тоже аккуратненький такой. Справа кнопка включения. Качелька громкости. Боковина глянцевая. Покрашена тоже в такой темно-синий цвет. Благородный, глянцевый. С этой стороны у нас сим-лоток. Внизу разъем для наушников, для зарядки, динамик, микрофон. Ну и слева сим-лоток. Все, больше ничего нет. Здесь у нас все характеристики расписаны. NFC, стабилизатор, 60X, гиперзум, 64 мегапикселя, Helio G96, 8256. Убираем пленку. Под ней ничего нет. Но по опыту прошлых телефонов пленка должна быть здесь лежать. Да, вот она пленочка есть. Придется клеить ее самому. По комплекту здесь есть силиконовый чехол. Здесь есть быстрая зарядка на 33 ватта. Да, 33-х ваттная быстрая зарядка. Кабель Type-C и скрепка для того, чтобы открыть сим-лоток. То есть, ну, комплект нормальный. Не хватает только наушников. Вот были бы здесь еще наушнички. Прямо под них место здесь просится. Было бы вообще супер. Открываем сим-лоток. Смотрим, что можно поставить. Ой-ой-ой. Поставить можно две сим-карты. Ну, так же, как и у Common 18P. Сюда можно две сим-карты поставить формата Nano. И на обратную сторону microSD флешку. То есть, если вдруг по какой-то причине вам не хватит 256 гигов, которые здесь стоят, можете еще флешку сюда засунуть. Гигов на 128, да? Они сейчас, кстати, подешевели. С Алиэкспресса. Так там вообще можно дешево взять, заказать флешки. Ну и вот. И у вас памяти будет просто дофигища. Просто. Можно целые коллекции там каких-нибудь фильмов, сериалов хранить. Офигенно. Памяти много. И стоит дешево, е-мое. 25 тысяч сейчас. Так, убираем все лишнее. Итак, запуск телефона произошел. Что мы здесь видим? Мы здесь видим фирменную оболочку, которая называется HiOS. Это фирменная оболочка телефонов Tecno. В принципе, я уже ее показывал на телефонах Tecno Common 18 и 18P. Здесь по умолчанию стоит управление жестами, но я по привычке пользуюсь тремя сенсорными кнопками, поэтому переключаюсь на них. Значит, 6,7 дюйма. 6,7 дюйма. Разрешение 2400 на 1080. Хороший четкий экран. И здесь экран не IPS, а AMOLED. То есть, это уже более такая премиальная, считается, моделька, поэтому здесь экран поменяли и сделали его AMOLED-овским. И он крутой, он большой. У него маленькая дырочка, поменьше, чем у 18P. Вот эта вот нижняя рамка, она тоже очень тоненькая, маленькая. Телефон получился большим, стильным, красивым, с AMOLED-экраном. И причем разрешение хорошее Full HD+. То есть, не какое-то там урезанное HD+, а уже Full HD+. Но по частоте работы здесь также есть фишечка. Это переключатель в 120 Гц. То есть, по сути, здесь экран, ну, сравнить его можно с Redmi Note 10 Pro, потому что там тоже экран, правда, там экран чуть поменьше. 6,67 дюйма, здесь 6,7. Ну, почти одинаково, согласитесь. И там, и там AMOLED, и там, и там 120 Гц. То есть, здесь экран реально крутой. Реально крутой. Лучше, чем на каком-нибудь Poco X3 NFC, да, за счет того, что здесь AMOLED чуть побольше. Ну, прикольный. Экран здесь прям видно, что дорогой, видно, что на нем не экономили. Белый цвет, настоящий белый. Яркий очень, насыщенный. Черный цвет тоже будет, натуральный черный, потому что пиксели просто не будут активироваться на AMOLED-экране, когда черная картинка. С такими экранами, кстати, советую ставить темную тему. Это будет благотворно влиять на автономность. Так, где у нас здесь вот ночная тема? Хоба! Хоба! И у нас, видите, все черное, текст белый. Вот в таком режиме у вас будет дольше держать аккумулятор, телефон. Подсветка черная. Когда у вас... Во всех приложениях можете тоже повключать черную тему. Это будет полезно. Сканер здесь находится, на удивление, не в экране, как обычно у AMOLED-экранов, а сбоку. Для меня это тоже плюс, потому что, ну, в экране сканеры не всегда адекватно быстро работают, а боковой сканер работает четко. Только ты к нему прикасаешься, телефон разблокируется. Причем разблокируется так, не торопясь. Смотрите, какая анимация происходит. Раз. Иконки как будто вылетают откуда-то изнутри. Хоба! Также есть разблокировка по лицу. Нажимаю кнопку включения, смотрю на экран. Он меня узнает и пускает в систему. Тоже очень удобно, очень круто. Так, ну что, одной рукой телефоном, в принципе, пользоваться, конечно, трудновато. Приходится вот так перебирать. Можно двумя руками вот так, например, смотреть какие-то фильмицы, какие-то стримы на YouTube, там, да, на Twitch. Вот так можно его держать. Двумя руками набирать какую-нибудь SMS-ку тоже удобно. Замена такому маленькому планшетику. По сути, это телефонопланшет уже. Ну, блок камер, конечно, выглядит вообще супер стильно. Мне нравится, прям очень нравится. По габаритам, что у нас здесь? По габаритам, значит, длина 163,8 мм, длина, ширина 75,9 мм и толщина 8,2 мм. Толщина, кстати, небольшая. Вес 200 грамм. Не очень, не очень, как бы, серьезный вес. Задняя крышка, задняя крышка сделана из стекла. То есть, вот это, это не пластик, это именно стекло. Боковая рамка сделана из пластика, не металл, не стекло, пластик. И спереди тоже у нас стекло. Соответственно, спереди, сзади стекло. Боковина сделана из пластика. Вот такие вот у этого телефона материалы изготовления. Android 11 установлен. Понятное дело, что здесь Android 11 свежий. И, скорее всего, он будет получать еще обновления. В дальнейшем будет обновляться до новой версии HiOS. И, возможно, получит еще 12-й, 13-й Android. Что тоже неплохо. Памяти просто завались. 256 гигов. Но, понятно, что не вся она доступна. Там доступно чуть поменьше. Аккумулятор, кстати, смотрите, здесь написано 4750 мАч. То есть, не ровно 5000, а аккумулятор немножко подрезали. Обычно у таких телефонов аккумулятор 5000. Здесь вот почему-то его срезали чуть-чуть на 250 мАч. Но тоже неплохо. 4750 тоже пойдет. Оперативки 8 гигов. Давайте пробежимся по характеристикам, по железу. Итак, по железу, по процессору. Здесь установлена быстрая память формата UFS. Дальше. Доступно всего 220 гигабайт. Версия Bluetooth 5.2. Также есть поддержка 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Но нету поддержки 5G. Почему? Потому что процессор линейки Helio G. Это G96. На данный момент самый флагманский процессор из этой линейки. Именно из линейки Helio G. Он, значит, состоит из 8 ядер, 2 из них мощных, 6 энергоэффективных, 12 нанометров, 2050 МГц. Это частота. Такой же процессор, кстати, был установлен в Tecno Common 18P. То есть они по производительности, Common 18P и Common 18 Premium, вот этот телефон, они одинаковые. Просто в премиуме лучший экран, у него больше памяти и лучше камеры. Вот в чем их разница. Ну и он дороже, соответственно. Видеоотображение, видеоускоритель это Mali-G57. И по памяти 8256. Вот такой вот у нас наборчик. Теперь по тесту сканера. Сколько вообще, сколько касаний сенсор может отработать? В Tecno Common 18P меня удивило то, что он всего отрабатывает 5 касаний. То есть там на этом сэкономили. Вообще должно быть 10. Ну посмотрим, сколько у премиума. Раз, два, три, четыре, пять. И вот теперь получится ли шестое, нет? Нет, смотрите, тоже, прикиньте. Тоже почему-то у него сенсор точно такой же, как у премиума. Тоже всего на 5 касаний. Шестое уже получается никак. Так, да, шестое уже все. Ну 5 касаний только. Вот так вот, ребята. Ну а теперь тест в Antutu. Хотя нет, перед этим сделаем тест на троттлинг. Ставлю ровно на 15 минут. Кстати, он если лежит на столе, без чехла, он так шатается, потому что он опирается на камеру. Камера очень сильно выступает. Видите, да? Три глазка торчат. И он получается вот так вот шатается, раскачивается. 15 минут позади. Посмотрите, какой график ровненький. Просто троттлинга нет. Вот за это лайк. Helio G96 просто лайк. Но телефон чуть-чуть нагрелся. Если замерить температуру в самом горячем месте, то у нас получится около 40,5 градусов. Ну, возле камеры где-то вот здесь. Ну, а внизу, соответственно, где уже аккумулятор установлен, тут не так горячо. 35, 36, а вот здесь уже около 40. Он потихоньку остывать начал. Но это не сильный нагрев. Не сказать, что это прям вай-вай супер горячий. Нормальный. В пределах нормы. В пределах допустимого. Все, погнали-поехали. Антуту начинается тест. Где-то 350, я думаю, он должен показать. С такой-то памятью. Вау! Вот такая вот цифра. 337 тысяч баллов. Предыдущий телефон, который я тестировал, TecnoCam 18P с таким же процессором, набрал 333 тысячи. Если не ошибаюсь, это на 4 тысячи больше. Ну, потому что процессоры одинаковые, просто тут памяти чуть побольше. Нагрелся до 42 градусов и потерял 4% аккумулятора за время прохождения теста. Ну, в общем, по производительности могу сказать так. Если коротко итог подводить. По производительности этот телефон соответствует примерно своей цене. Конечно, если мы рассмотрим какой-нибудь Poco X3 NFC, он стоит, Poco X3 Pro точнее даже, он стоит примерно столько же, то там, конечно, помощнее процессор. Но здесь будет больше памяти и лучше экран. То есть это, наверное, ну, не сказать, что это прям самый мощный телефон за свои деньги, но в то же время производительности большинству народу вот этой хватит. То есть 330K в Antutu, Helio G96 с двумя мощными ядрами, с неплохим видеоускорителем и для игр, и для работы пойдет. Ну, и тем более здесь памяти очень много. Что у нас по камерам? Основная камера на 64 мегапикселя. Написано здесь видео. Что за видео? Зачем они это написали? Значит, 64 мегапикселя основная камера. Следующая камера, которая вторая, это перископ. Пятикратный оптический зум. За это опять-таки спасибо. Если бы в Tecno Common я, как посмотрю, в компании Tecno вообще в этой линейке, Common 18, решили уделить много внимания зуму, поэтому сделали пятикратный оптический зум. Это хорошо, потому что вы можете получать фотки на хорошем приближении, без потери качества. Фотать что-то из окна, фототь что-то, ну, на большом расстоянии, какие-то интересные объекты. Но если вам 5х мало, вы можете прибавить еще и перейти в 60х. Но это зум уже, конечно, цифровой, и при этом картинка будет не очень четкая при таком зуме. Очень все дрыгается, надо прям ровно держать телефон, чтобы хоть как-то сфотографировать. И вот что получается. Но все равно, даже на таком приближении диком, все равно можно текст прочитать. Также здесь еще есть широкоугольная камера, то есть это 12 мегапикселей, и она еще с оптическим стабом. То есть здесь, по сути, три камеры, три самых нужных камеры. Обычная, хорошая, 64 мегапикселя, 8-мегапиксельный перископ, 5-кратный оптический зум, вот он, внизу находится, видите, квадратненький такой. 8х, о, точнее 5х зум и 60х зум цифровой. То есть можно приближать очень неплохо. И 12-мегапиксельный ширик с оптическим стабом. То есть можно тоже снимать, чтобы в походе, при ходьбе картинка не будет сильно трястись, потому что оптический стаб все это будет компенсировать. В общем, крутой, крутой набор. И фронталка здесь одна на 32 мегапикселя, представляете? То есть по набору камер этот телефон похож на флагманы. Посмотрите, какая четкая фронталка просто. Текно научились делать камеры. Ну, конечно, это не они делают, они закупают у Samsung, у Sony, сами модули камер. Посмотрите, какая просто четкость. Ну, реально, как будто сфотал на какой-то флагманский Android. Очень четкая камера. За 25 тысяч это, пожалуй, одна из самых, наверное, крутых фронталок. Прям вообще вот претензий нет никаких. Мне нравится и цветопередача, и угол обзора, и детализация прекраснейшая. Просто посмотрите, все текстура майки видна. Прям очень четенько. Вот даже для примера, сейчас бы на какой-нибудь iPhone сфотаться. Вот ребзики. Например, я делаю фоточку на iPhone 13, который стоит раза в 4 дороже, чем Текно. Угол обзора примерно такой же, а по детализации, мне кажется, Текно даже и поприкольнее. Смотрите. Вообще. 32 мегапикселя. Здесь 12. Ну, по текстуре майки, мне она даже больше нравится. Хотя нет, они примерно одинаковые по детализации. Но мне кажется, даже Текно чуть получше. Эти боковые волосики здесь как будто чуть получше прорисованы. Вот такая вот топовая здесь фронталочка у Текно. Дальше. Давайте посмотрим на камеру заднюю. Переключаюсь. Захожу в режим Ultra HD, чтобы включить режим 64 мегапикселя. Делаю фотку, тестовую. Еще одну с мелкими надписями. Еще одну фоточку. Так. Пошло-поехало. Вот такая вот... А, блин, смазанная. Немножко раньше убрал руку. Так, вот. Во-во-во, смотрите. Какая четкость. Дальше вот такая фотка еще есть. Здесь фотоалбалон. Сильно приближать не дает. Вот что плохо. Не дает в галерее, в стандартной сильно приблизить фотографию. Отдаляет ее автоматически. Не очень вот это мне нравится. Дальше есть ширик. Ширик. Ширик у нас 0.6х, 12-мегапиксельный. Ну-ка, с автофокусом, нет? Нет, без автофокуса. То есть он с запрограммированным фокусом, типа, все время один фокус здесь. Сфокусироваться нельзя. Ну, вот как фотает ширик. 12 мегапикселей. Ну, конечно, детализация ни о чем. Это ширик. На ширик не надо фотать при плохом освещении. Режим Super Night. Ширик не поддерживается. Давайте сейчас попробую посмотреть, как работает ночной режим. Ну и вот как у нас фотографирует режим Super Night. Все остается светлым. Картинка получается красивая. Смотрите, вообще прям. Свет очень хорошо. Он обрабатывает из окошек, из фонарей. Прикольно выходит. Видно конкретно, где фонарь. Не просто такое пятно огромное. Видно, где свет. То есть прикольно. Мне нравится. Вот фото, ну, реально без каких-то серьезных косяков. Да, конечно, это не суперфлагманский уровень. Но для своих 25 тысяч камеры здесь... Набор камер мне нравится. И в первую очередь мне нравится пятикратный оптический зум. Такое не встретишь даже на многих флагманах. Например, у Galaxy S21, который стоит сейчас около 70. Там камера тоже идет зум, но там трехкратный зум оптический. А здесь пятикратный. То есть уже превосходство. Ну, в этом плане вот набор камер здесь крутой. Есть и основная, которая нужна в большинстве случаев. И ширик на всякий случай. И тем более с оптическим стабом. И еще и перископная камера 5x зум. А цифровой зум вообще 60x. То есть какой-нибудь там автобус едет. Вы можете зазумить, сфотать, посмотреть какой-то номер автобуса уже издалека. Даже когда он... Пока он к вам подъедет, вы уже будете знать, какой автобус едет. Короче, это удобно. Также, ребятушки мои, хочу сказать, что здесь есть FM-радио. То есть вы можете без доступа в интернет послушать радио, если только вы вообще знаете, что такое радио. Мне кажется, сейчас уже никто не пользуется. Но во многих телефонах в современных радио просто убирают. И вы сможете слушать только его через интернет, онлайн-радио. Здесь есть стандартное оффлайн-радио. Только для этого нужны наушнички. И вы бесплатно можете слушать радио хоть 24 на 7. Купите себе самые, можно сказать, бюджетные наушники рублей за 200-300 проводные. Подключаете, и все будет работать. Радио стандартное здесь имеется. По звуку, по звучанию. Здесь у нас находится один динамик. К сожалению, стереозвук не реализовали. Давайте послушаем, как он вообще звучит. Итак, вот она максимальная громкость. Кстати, он прям громкий. У него прям динамик реально громкий. Повыше сделаем качество. Мелодия такая еще зауныльная попалась. Инструментальная. Три выреза под динамик. Красивая лиричная мелодия. Но я бы сказал так. Конечно, не на пятерочку, но на крепкую четверку динамик звучит. Он громкий и по качеству тоже прочувствуются какие-то такие поднотки, звучание такое более-менее качественное. Мне понравилось. Рингтоны. Фирменные веселые рингтоны. Тоже веселенько, бодренько звучат. Звонок не должны вы пропустить. Ну и аккумулятор 4750. Если мы зайдем в настройки батареи. Где здесь они у нас? Так, батарея, память, центр уведомления, конфиденциальность. А где настройки батареи? В системе, может быть, находится. Да, так сразу и не найти. Может быть, через шторку. Кстати, шторка двухсоставная. С этой стороны у нас уведомления. С этой стороны значки. Так, и батарея. Вот ультра-сбережение есть у телефона. Прямо радикальное, так скажем. Телефон становится черным-белым. Падает яркость в ноль практически. И всего три режима. Телефон, сообщение и календарь. И все. Больше ничего сделать нельзя. Ну, в среднем полтора дня. Я думаю, вряд ли два дня с этим телефоном можно вывести. Но если мало пользоваться, то и можно, конечно, и два, и три дня. Но в среднем таком темпе где-то полтора дня он даст работы. В общем, что за 25 тысяч нам предлагают? Нам предлагают, во-первых, крутой дизайн. Мне действительно он понравился. Такой ровный, стильный. Выглядит дорого, солидно. Без всяких ярких цветов. Без всяких там ярких каких-то дизайнерских полосок. Выглядит по-взрослому. Много памяти. 8256. Экономить не придется. Крутой набор с камер. Действительно полезные камеры. Они вот эти вот по 2 мегапикселя. Там макрообъектив. Там портретник по 2 мегапикселя. Здесь этого нет. Здесь все три камеры полезные. Мощная четырехсекционная вспышка. Есть модуль NFC. Соответственно, перед вами открываются бесконтактные платежи. Неплохая производительность. Ну, на уровне 330 тысяч баллов. Вполне неплохо. Это на уровне с какими-нибудь Snapdragon 720G, 732G. Ну, где-то на уровне по производительности Samsung Galaxy A52. Вот примерно тот же уровень. Тот же уровень примерно с Redmi Note 10 Pro. Крутой большой экран. 120 Гц. Самолет. Ну, и хорошее качество сборки. Все-таки Tecno бренд сейчас начинает развиваться активно. И это уже не подвальный Китай. Это уже действительно серьезный бренд, который дает гарантию 12 плюс 1. То есть 13 месяцев. Все дают 12. А вот Tecno еще один месяц дает гарантии. Как бы в подарок. На этом все. Я оставлю ссылку, где его можно купить. Всем удачи. И всем пока. До скорых встреч. Чао. Это был обзор премиального телефона Tecno Common 18 Premium. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok